Питоспорум табира – это вечно зеленое растение. Здесь, как видите, оно уже сформировано деревом. Продолжение следует... Мы его подстригли, придали форму, как гриб. Еще обратите внимание, так как у него зелень очень густая, листья очень плотно растут, то для дерева необходимо формировать его зонтиком. Что это значит? Это значит, середину открываем и ветви при формировании пускаем в разные стороны. То есть для того, чтобы солнечный свет проникал вовнутрь и дезинфицировал ствол, чтобы внутри тоже проходили солнечные лучи, и растение было здоровое, крепкое. Пойдемте вовнутрь, я покажу, как здесь сформирован. Посмотрите, какая красота. Такое здоровое дерево также благодаря формированию. То есть для дополнительного вы еще, если позаботились и правильно сформировали ваше дерево, оно впоследствии не будет требовать много ухода за собой, только лишь полив и придание формы, сохранение той формы, которую вы уже один раз сформировали. Ровно срезали внизу, вот как видите. Это обычная форма, ничего, без каких-то излишеств, но она здесь очень гармонично вписывается, очень хорошо смотрится с остальными растениями, кустарниками. Рядом с кленом он отлично смотрится. Можно было еще чуть-чуть сверху подрезать, но решили оставить на этот раз для получения густоты, чуть повыше его поднять. В диаметре стволу достиг 20-25 сантиметров. Также из него, из этого растения, очень хорошо формировать живые изгороди, так как он вечно зеленый. У него яркий, глянцевый листочек. Он имеет несколько фаз, когда он очень красиво смотрится. Первое, это когда цветет белыми цветами, нежно-желтенькие внутри. А затем вот такие вот плоды у него образуются, и он тоже очень нарядно смотрится. Напишите в комментариях, как вам нравится такое растение. С вами была Георгиевская Татьяна. До новых встреч на канале Тати Гео. Я желаю вам красивых подстриженных деревьев. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...